Женский марш протеста в Минске. Среди его участниц Наталья Хершия. Она родом из Оршина уже 12 лет живет в Швейцарии. У Наташи выдалось свободных 10 дней. Я прилечу в Беларусь. Вот так она сказала. И я понял, что ее остановить невозможно. Она очень болела за Беларусь. И вот это чувство, то, что страна просыпается, те события, которые происходили, особенно марш, особенно единство нашего народа, который показал, что он не быдло. Наташа была очень восхищена женскими маршами. На марше задержали около 350 человек, в том числе Наталью. У Натальи Хершия помимо белорусского есть швейцарское гражданство. Ее дело получило широкую огласку в швейцарских СМИ. МИД страны даже выступал с обращением к властям Беларуси. В разговоре с моим белорусским коллегой я потребовал освободить нашу гражданку. Большое количество задержаний и насилия против мирных демонстрантов вызывают беспокойство. Диалог важен. Правозащитники в Швейцарии проводят акции солидарности с Натальей Хершия. В них участвует и гражданский муж Натальи. Она очень гордая, она не может молчать. Она, конечно, испытывает страх, но она продолжает идти, даже если боится. Прятаться — это не про нее. Она очень хорошо рисует у меня. И начала рисовать карандашом портреты своих сокамерниц. И в песне очередной мне выслала... Это ее соседи по камере — двенадцать человек. У каждого своя судьба, у каждого своя история, понимаете? Она держится бодро, она держится стойко. Она все готова перенести. Просит, чтобы мы за нее не волновались. Это мой путь, и я его пройду. И она... Каждое письмо заканчивает словами Марии Колесниковой. Верим, можем, переможем. И рисует кулак, значит, палец и сердечко.